здравствуйте мои дорогие друзья меня зовут ирина и вы на канале разговорный немецкий и сегодня мы с вами рассмотрим еще два диалога которые вы можете использовать в разговоре с людьми которых вы допустим не очень хорошо знаете то есть это для вас возможность именно начать вести какой-то разговор потому что в общем-то достаточно нейтральные темы здесь германии очень любят говорят на говорить допустим о каких-то хобби о футболе отпуске о том что где что-то поели и так далее то есть те самые такие распространенные темы и сегодня вам предлагаю две темы это в частности хобби и отпуск именно на эти темы сегодня с вами и рассмотреть диалоги естественно вы можете затем эти слова заучить потренироваться дома составить сами какой-то текст и допустим при первой возможности вы можете сразу же применить эти знания и так первый диалог хобби имея в様 оппозиции нет я – ни, я не имею – лично-те время в том что я хочет, когда я домой домой, фэнт, это собравшая работа конечно ней Dann kommt meine Tochter aus der Schule und fragt, ob ich ihr in Chemie helfen kann. Danach muss ich mit dem Hund Gassi gehen, den Rasen mähen, das Garagentor streichen, den Zaun reparieren. Wenn ich das alles gemacht habe, bin ich schon hundemöde. Für ein Hobby habe ich keine Zeit. Dann gehe ich jede Woche zum Fußball. Und welches Hobby haben ihre Frau und ihre Tochter? Ihr Hobby sind halten, schiffharen und musizieren. Ну, я думаю, поняли, что этот диалог частично шуточный, потому что у него всё-таки у этого мужчины есть свободное время. Он уходит его для того, чтобы поиграть в футбол, но он это не считает своим хобби. Итак, теперь рассмотрим подробно этот текст и особенно обратим внимание на новые слова. Haben Sie ein Hobby? Есть у вас ein Hobby? Ich? Nee. Ich habe nämlich keine Fahrzeit. Ja? Нет. У меня, впрочем, нет свободного времени. Fahrzeit – это означает свободное время. Wenn ich abends nach Hause komme, fängt die Arbeit erst richtig an. Dann kommt meine Tochter aus der Schule und fragt, ob ich ihr in Chemie helfen kann. Затем приходит моя дочь из школы и спрашивает, могу ли я помочь по химии. Danach muss ich mit dem Hund gassi gehen. После этого мне нужно вывести собаку. Gassi gehen – это значит вывести на улицу собаку. Можно ещё сказать Danach muss ich mit dem Hund spazieren gehen, то есть идти гулять, или den Hund ausführen, то есть вывести собаку на улицу, то есть есть самые различные возможности. Дальше. Den Hasen mehen. Hasen – это означает kassi gehen. Das Karagentor streichen. Garagentor – это означает ворота гаража. Streichen – покрасить, то есть ворота гаража покрасить. Den Zaun reparieren. Забор отремонтировать. Wenn ich das alles gemacht habe, bin ich schon hundre müde. Wenn, если я всё это сделал, то я уже устал, как собака. Hundre müde, видите, здесь в немецком тоже есть такое выражение. Für ein Hobby habe ich keine Zeit. На Hobby мне не остаётся времени. Dan gehe ich jede Woche zum Fußball. После этого я хожу каждую неделю на футбол. Und welches Hobby haben ihre Frau und ihre Tochter? И какое хобби есть у вашей жены и у вашей дочери? Их Hobby sind heiten, schifahren und musizieren. Их Hobby – это reiten – это ездить на лошади, schifahren – ездить на лыжах, и музыцировать, играть на каком-то музыкальном инструменте. Ну, ещё одна тема для вас – это улав, подпуск. То есть, вы можете об этом говорить и с вашим соседом, и с вашим коллегой по работе. Это самое распространённое и безобидное тема. Итак, поехали. Привет. 추у gott – Herr Müller. Wie geht es? Wir haben uns lange nicht mehr gesehen. Danke. Она entrada rape. Она на AstraZeneca. And Ihnen? Sie синт ja schon кра discernирует. Ja, wir sind gestern aus dem Urlaub zurückgekommen. Wir haben uns sehr gut erholt. Wir hatten wunderbares Wetter, jeden Tag Sonne, Да, у них были, но у них были, где они были? Я была с моей семьей в Байон и в России. Они с моим машином? Да, с моим машином. Мы провели несколько дней в Бердескадене-Ланде. Мы провели на Дампфах, на Кольнингссе, на Национальный парк Бердескаден, мы провели Берги в Бердескадене. В России мы провели на Кольнингсср. Мы провели на Кольнингсср. Мы посетили на Кольнингсср. Мы провели на Кольнингсср., это Моцартовср. И это Хартаус. Потом мы возвращались на Байон, на Кольнингссе. Я хочу снова привести на Кольнингсср. Теперь мы подробнее разберемся. Мы подробнее разберемся. Крюскад, Herr Мюллер, как это? Крюскад – это приветствие типичное для Бабаринского. Кстати, в Австрии тоже очень используется. И Баден-Бюртенберг. Если вы к нам сюда приедете, то можете здороваться с людьми, говоря Крюскад. Где-то на другой земле уже на вас будут курс смотреть. Итак, Крюскад, Herr Мюллер, это как получается приветствую с Богом. Вот так перевод. Господин Мюллер, как у вас дела? Мы вчера приехали с отпуска. Мы очень хорошо отдохнули. Мы были очень хорошим ветром, каждый день зоны. У нас была очень хорошая погода и каждый день солнце. Да, haben Sie aber Glück gehabt. Но вам просто повезло. Wo waren Sie denn? Где вы были? Ich war mit meiner Familie in Bayern und Österreich. Я был со своей семьей в Баварии и Австрии. Sind Sie mit dem Wagen gefahren? Вы ездили на автомобиле? Ja, mit dem Auto. То есть смотрите, слово есть Wagen, это означает автомобиль, и Auto-автомобиль. Еще одно слово, которое означает Wagon, то есть это как вагон в поезде. Wir haben einige Tage in Berthesgaden Land verbracht. Мы провели несколько дней в области Berthesgaden. Кстати, это находится на юге Баварии. Действительно, очень прекрасное место. Там, кстати, находятся вот в этой части действительно различные парки, очень много озер, горы, то есть много чего можно увидеть. И кроме того, есть там типа Орлины, Гнездо Гитлера, то есть можно съездить туда. Так, wir haben eine Dampffahrt auf dem Königsee gemacht. den Nationalpark Berthesgaden besucht, die Berge bewundert. Мы сделали поездку на пароходике, на Königssee, на Королевском озере, посетили Национальный парк Berthesgaden и полюбовались горами. In Österreich machten wir eine Hundfahrt durch Salzburg, besichtigten das Schloss Helbrun, das Mozart-Geburtshaus, das Hart-Haus. В Австрии мы сделали поездку круговую по Salzburg и осмотрели замок Helbrun, дальше Моцарт, дом, в котором родился Моцарт и Ратушум. Dann sind wir nach beiden zurückgekehrt an den Hiemsee. Затем мы вернулись снова в Баварию на Hiemsee, озеро так называется оно, Hiemsee. И meine nächsten Urlaub möchte ich wieder dort verbringen. Мой следующий отпуск я хотел бы там тоже провести. Итак, на этом я хочу закончить свое видео. Пишите, кстати, где бы вы хотели провести свой отпуск или где вы были в этом году. Попробуйте составить это предложение на немецком языке. И теперь я хочу с вами попрощаться, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, если вам видео понравилось. Делитесь моим видео со своими друзьями. И кроме этого у меня есть второй канал, в котором рассказываю о Германии. Заходите, смотрите, может быть вам понравится. Я буду рада, если вы там останетесь. Ну, а теперь до новых встреч и пока-пока.